Ворнерд разбирается с техникой. Клюкер дал мне флешку, моя закрыта. Ну она этот, у нее этот класс шестой, надо проверить как она будет у тебя. Ясно, значит тут это могут быть съемки потеряны. Ну если не будет я тебе 10 класс дам. Фиг его знает. Может она будет конкретно. Я сейчас покажу грибобаз нашел кашу тут. Каша перловая с этим, со свининой. Она кстати не вздутая, ничего. Банка целая, не поможешь банка, что хорошо. Да, да, да. Ну она была, вот где она была. Смотри, вот она была. Ну смотри, не наколись там. Вот он тут собрал всякие банки, склянки. Ты уже наверное весь мусор тут пособирал, да? Да. О, не пьем. Тут же были пакетики, я сейчас в костре. И многое с этим было. Угу. Ну я жук пиздал, она такая плавная. Вот, все полилось. Мы кипятим чай. Кашу доели с грибобазом. Да. Ворнерд с Игорь Джаном тоже кашу ели, да? Да. А было. Сейчас вот надо что-то опять готовить. А ты ворнерд что-нибудь брал там, крупу, что-нибудь такое? Я взял рис и картошку. Ну ты возьми, проверь, сними и посмотри, как сняло или нет. Проверь на эту флешку. И смотри, если она заполнена, то ее там стери память там, если заполнена. Ой. Моя глупость, извиняюсь. А я здесь. Память нет. То есть пустая флешка, да? По ночам холодно и, наверное, ворнерд с Игорем Джаном пойдут в ту избушку спать, да? Да. Там хоть в тепле, да? Мы боимся холода. Что, снимаешь? Не, мы их не трогали. Это спроси у Игоря Джана. Чего-чего? Фуфайки, куда тебе делись, которые ты приносил? В избушке. А, в избушке я отнес, да? Да. Они высохли, да, уже? Конечно. Потому что уже сутки сидят там. Ну понятно. Жан, сейчас не кипит, Жан. Кипит, Жан. Сейчас пусть покипит вода, пусть покипит. Так она еще до этого уже кипела. Не, честно. Можно, можно уже. Да, ты имеешь в виду в жару печку тоже топили, да? Классно. Вот слышь, Игорь Джан, я уже у грибобаса и у ворнерда выяснил их любимые блюда. У грибобаса манты. Да. У ворнерда этот, как его, аджика молодая, да? А у тебя какое любимое такое? Самое вкусное, что ты ел? Пельмени. Пельмени? Я ничего вкуснее еще не ел. Потому что я просто ничего не ел еще. Ну пельмени какие? Домашние или покупные? Ну я ел покупные. Домашние мне тоже нравятся. Но я их ел уже лет 30 назад. Точно. Домашние, да? Да. А покупные какие ты берешь? Да любые. Любые, да? Да. Нет, просто есть, которые, знаешь, начинка, типа, как колбасой пахнет, нет? Из меня плохой гурман. Ааа, ну понял. У меня нет вкусовых рецепторов. Не отточенные они. Вот. Поэтому я ем просто, чтобы он поел и сытый. И все. Набить желудок, да? Да, если у меня больше ничего. Ну понятно, понятно. И главное, ем немного. Поел до сытости. Ну почти. И все. Мне главное еда для того, чтобы жить. Ну это правильно, да. А не жить для того, чтобы есть. Ну это да. Ну иногда. Есть у многих людей, наверное, вкусная какая-то пища. Не, у меня нету. Потому что я не избалован. Избалованы? Деликатесы. Ну мы тоже не избалованы. Ну что думаешь, эти манты. Я уж не помню, когда мы елись, да, Саша с собой? Давно, что мы это не делали, кстати. Давно, что мы это не делали. Да. Вот смотри, я бы поймал. Это, чтобы манты сделать из трех видов мяса. Это надо мясо купить. Сколько денег потратить, да? Слушай, Джон, а из какого мяса манты делать? Ну вот, баранину взять, свинину и говядину. И чтобы там было мало жира, чтобы мяса было больше, да? Ну это у Ворнера спросить надо, чтобы было мало жира или много жира, чтобы было. Мало жира, прослойками надо, чтобы мясо. Понял, понял, понял. Браво, браво, браво. Ой, я сейчас увидел здесь картинку интересную. Мы ж на горочке находимся. И там такой ельчик освещается солнышком. Сейчас покажу. На высоте такой, почти на уровне этих елок получается. О, кто-то, кто-то мишень делал. Газ, баллон. Люди украсят вами, собpack. Ау, ау! Ааа, красиво. Дай погму ты тебе за руку. Молодец. Браво. Молодец. Аф, аф. Молодец. Что, новая песня, да, уже? Нет, я пою, а он так, я запел какую-то пару, а он так, аф, аф, а почему так? Ну-ка, давай еще раз, новая песня. Ремикс, ремикс. А это какая песня, как там? Ну, он будет гавкать, я тебя не буду. Отлично, Игорь Джан, я обалдею, браво, браво, молодец. Отлично, Константин. Кстати, а Игорь Джан, что можешь посоветовать для походников, что нельзя делать, что можно делать? Такие практические советы, которые пригодятся людям из твоего опыта. Нельзя ссориться с инспекторами. Вот. Ну, много есть нельзя, которые желательно выполнять до допустимого предела. Я так думаю. Ну, а что можно? Ну, нельзя природу губить, однозначно. Надо к ней относиться бережно. Да, это правильно, это правильно. Это наша мать. Это правильно. И когда я вижу, как относятся люди к природе, мне неприятно. Да. Вот. Я человек законопослушный, честный, добрый. И Саня, вы не похваешь? Молодец! Молодец! Браво! Мне нравится! Игорь Джан! По отношению к природе? А вот еще. Можно послушать вопрос? А у меня плывет река. Вы не можете посуду мыть в реке или нет, или нельзя? Вот глядя посуду можно мыть или нет? Ну, почему нельзя? Ты же не химыката туда выливаешь. Понял! Молодец! Во! Ты уже голос оброжает! Молодец! Браво, браво! Ох ты как! В общем, относиться бережно к природе, не ссориться с инспекторами. Два основных правила, да? Да. А с собой что брать? Аптечку ты, кстати, не берешь с собой? Не беру, но надо. Ну, ты не берешь. Надо брать, да? Ну, всем я бы посоветовал брать. Но ты берешь только, я знаю, пластырь, да? Нет, я рекомендую всем брать аптечку. Я ее не беру, потому что я знаю, как лечиться. Но я попадал в ситуации, когда было очень плохо несколько раз. В такой степени плохо, что я просто плакал, вспоминая про аптечку. Аж плакал? Ну, я так выразился. Просто я выразился так. Угу. Вот. Поэтому рекомендую всем брать минимальную аптечку. Понятно, понятно. По минимуму, да. По минимуму. Ну, чтобы было. Ну, там, обезболивающая, там, пластырь, бинт. Особенно сердечная. А, сердечная? Да, сердечная. И, ну, желательно про ноги не забывать. А от ног что? Суставы и ноги. А от ног что поможет? А многие страдают болезнями ног. Я не знаю лекарств от ног, но такие существуют. Это сосуды, ну, сосуды, кровь, ну, и желудок. Внимание обращается на желудок. Активированный уголь и что-нибудь типа того. Вот. Чтобы всегда были с собой. Вот. Обезболивающая, ну, это для экстремалов. Обезболивающая? Да. Мы же не экстремалы. Ну, это да. Вот только погулять. Вот. Ну, всегда с собой надо иметь минимум медикаментов. С собой, да? Да. Необходимо. Вот именно сердечные, желудочные, для ног. Ну, а голова и сама вылечится. Понятно. На природе, да. Так, Джон, я вон палку березовую. Побери пока пилой. Вон палку березовую. Пили, пили. Ага, спасибо большое. Отарика, Игорь, Джан. Понятно. Слушай, осторожненько. Да, я тут подкачу. Стой, стой. Отойди, пожалуйста. Не, отойди, пожалуйста, да? Угу. Угу. А вот тоже как-то. У меня же у отца там ноги больные тоже. Ну, он как, он сам же был рыбаком. Он, короче, обходил всю ленту. И очень много ездил на поездах. Вот. А потом он не отказал вообще. Он ходить не мог. Езжал в больнице. Я говорю, приезжал к нему, короче. Вот так вот. Я даже помню, когда приехал. Ну, давно даже было, короче. Я ему захожу в палату. А там лежал один мужчина. Вот. Ну, он сам уже работал... Был шофером. И, короче, ездил на буровые, где вот там эти... Добавляют золото, все добавляют. Добывает. Я обморозился. И как он лежал. Можно поверить, что побольше одеты. Руки все были черные. И все нам было уже, короче. Ужас мой там посмотрел. Я говорю, как там уже обморозился, короче. Вот так вот. Вот я, честно говоря, я вот такую штуку... Не креплю медь. А вот креплю. Это уже жутко было, честно говоря. Некрасиво было нисколько. Да. Так. Дай-ка надел свой рукавицик. Кстати, вот еще сменное белье. Надо брать с собой? Ну, такие мелочи я бы не обращал. Не обращал внимания. Это индивидуально. Да? Понятно, понятно. Кто-то может на холоде спать. Кто-то может на холоде спать одетым. Кто-то вообще может не спать. Угу. Это все индивидуально. А, кстати, Джон. Я видел, где вот Ленинградская 5, а вот Ленинградская 5. Где живет Саня Ищенко? В этом доме. Один мужчина. Ну, ему уже было примерно так 50, где-то было примерно где-то так. Он говорит, что мы говорили, зимой, зимой. Минут 10-15, мы говорили на улицу босиком. Ну, просто стоял он на снегу, я помню, да. По утрам он выходил. Нормально, я говорю, как так? Он говорит, отлично говорит. Он по утрам просто выходил и стоял на снегу. Это, знаешь, воздушные ванны. Воздушные ванны, да? Да. Не обливался он, а просто стоял на холоде. Кстати, это тоже полезно. Да, он говорит, полезно. Это, считай, закалка, закалка, бодрит, во-первых. Вот. Я замерзаю, нет, ничего не замерзаю, ничего, все будет хорошо. Нет, Саша, ты немножко не прав. Не прав, да? Да. Все надо делать в комплексе. А как в комплексе это понять? А это начиная с утра встать, облиться водой, сделать зарядку, произвести физическую работу некоторую. Вот. Потом поесть. Вот. Можно не есть с утра. С утра, кстати, можно не есть. Не повредить для здоровья. Просто съесть бананы или яблоко. Вот. Это очень полезно для суставов. Кстати. И организм будет работоспособный. Вот, целый день. А когда хорошо? В какое время? Плотно поесть плотно? Да, в обед. В обед? В обед, да? Да. Утром можно съесть яблоко, банан, фруктозу, овощи, какие-то салаты. А в обед можно поесть плотного, если желание есть. Вот. А вечером, уже после пяти часов, кто не может вытерпеть, после шести уже не есть. Ест совсем, да. Съесть какой-нибудь салат. После обеда уже не работать. Кстати, Игорь-чан, извиняюсь. Джон Жюкер, засними-ка, пожалуйста. Кстати, мы зимой с ним смотрели на улицу, короче, даже в плавках, водой обливались холодной. Ну это в этот, в крещение. Крещение. И не, кстати, обливался, не замерз нисколько. Так, раз-раз, и потом вылез, и зашли домой. Вот мы с тобой на пару месяцев. И было хорошо. Раз-два-три мы с тобой обливались водой. И ничего. Ему холодно будет. У меня. Прямо с метра воды. Так, разно все, ребята. И, короче, нормально все было. Я ему замерзну. Нормально все. Обтешь, зашли домой. Все было хорошо. Вот так же, ребята. Я вот... Кто на ютубе пользуется штучкой? Очень помогает. Отличная штука. И лаки не помогут. Возьтесь. Вот так. Лаки не помогут. Только поможет вода, да? Поможет вода. Холодная. Вот так. Так. Господи, благостави. Ну как пила пить, хорошо. Я буду этим дровосеком, ребята. Джон. У меня какая штука, да? А если вот... Сейчас уже время есть. Если бернонти березовое, и эти мочили, перерубить его, если. Да, ну там угол заточки. Не надо. У тебя тем более палец больной, нет. А это налево я перерубил. Не-не, в этот раз не надо. Да? Понял. Все, спасибо большое. Понял. Белые розы, белые розы. Беззащитней шепы. Ау-ау. Ау-ау. Что ты не сделала? Ты снег и морозы. Дальше. Ау-у. Не хочу в Ютуб. Ой. Кладо. Я надзывать начну, ребята. Во. Ай. Классно. Ох ты. Задам. Вот у тебя пила. Зубцы маленькие и зубцы большие. Какая пила будет лучше? Когда зубцы маленькие или когда зубцы большие? Ну вот эти мне в зубцы нравятся. Большие зубья используются на продольных пилах, это вот на доски делают-то, ну бревно на доски пропиливают, ну там, видишь, там механическое, а руками-то тяжело будет с большими зубьями. У меня вот у отца пила, вот за смика, тут такие где-то вот так вот, зубцы маленькие, а тут большие зубы были, короче, пилило отлично, доски пилило, пилило хорошо на пилиле, даже, ой-яй-яй. А какой там звук у нее был? И звук такой, знаешь, такой, как вот так, бзинь-бзинь, такой вот, знаешь, такой вот, ну пилило хорошо. А у этой, подожди, у отца, подожди, тихо, 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 у отца был звук бзинь-бзинь, да? А у этой звук какой? Бжик-бжик. Бжик-бжик. Ой, да он у тебя, короче. Береза вся такая, влажная, да? Угу. А еще, Джон, а вот брюно рубить, брюно, мачете, ну когда в хорошей мачете, чтобы брюно было сырое или могло было брюно? Ну сухое тяжелее рубить. Сухое тяжелее рубить, да? Да, да, да. А вот, извини, а я когда рубил, когда я там рубил, да там, 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 там. Оно было сыроватое, оно не сухое, береза не сухая была. Сыровато была, да? Да, сыровато. Еще, что мне нравится, это была первая штука, я заснимался на YouTube. Ну я боялся, как-то, неприятно было. А потому что я так рублю, и даже какая, я был, это, одет, этот, пуфайка была, как-то, снял ее, короче, потом. А Джон, сейчас, ты такой, заснимай, ты не займешь? Нет, какой там, короче, надо быть дровосеком. И, короче, она смеется, молодец, молодец. Не надо быть дровосеком, а, этот нос надо уважать. А, ну надо уважать, вот, да-да-да, спасибо. Он нож оторвется, а я, нет, говорю, он испугался, ушел, заснимал. Не надо быть дровосеком. Молодец. Ой, классно, мы засняли. А, еще в конце, это корень такой, и написано, конец. А, да, кстати, он у меня остался до сих пор, есть. Я берегу, это моя, как это, я берегу. Я засмеялся еще, молодец, говорю, Джон, это конец, конец. Ха-ха, ох ты, этот нож надо уважать, пил надо уважать. Ха-ха, ох ты. Ну, как пил, смотри, как пил, хорошо она. Хорошая пила. Пила отличная. Ижевская. Время, Россия, для попережной распиловки. О, и сталь ТНП. Вот так небо без облаков, да, почти? Ага, небо хорошее. Может, завтра не будет дождя. Да. Главное, у тебя есть на голове, да, эти комары? Ага. Ну, тебя не кусает, да, вроде бы? Сосуд сладкий. Ну, пусть только попробуем. Знаете, мысе, да? Молодец, Ворон. У тебя нету здесь брызгал, да, я мазю, у тебя нету. У меня нету, да? Нету, нету. Один комар. Ну, я брызгал, мазил. Они на излучение садятся, ну, на теплое излучение комары садятся. Значит, я горячий. Ну, да, да. Горячий, да? На ним. Ой! На ним. Кстати, чай-то надо пить, а то он остывает. Кому чай налить? Меня. Я бы налил. Вот, все, наливаю чай. Виланолы. Поля Брэга, чудо голодания. Угу. Вот, это бурник, можно достать в библиотеке. Консенсацию достать, если ее не так доступно. Игорь? А я ничего не могу добавить. Но личный же опыт есть, ты же пробовал рецепты какие-то. Нет, это индивидуально. Сразу скажу, это индивидуально, только пропорции надо знать. Ну, что тебе нравится, Саня? Что тебе? С вином. Вот винишко взял красненького. Ну, я не скажу правду, потому что я могу позволить тебе самые несовместимые вещи с алкоголем. Давай, жги. Не могу. Не могу, да? Это могут не понять ценители хорошего вина. Они просто не пробовали еще. Они живут стереотипами. Давай, отжигай. Ну, я нового ничего не могу сказать. Все уже проверено веками и описано в книгах. Наверное, века есть и в интернете. Ну, с красным вином, что нужно тут? Ну, надо прежде узнать, для чего это красное вино пить. Вот. А оно имеет свойство оздоровления. Либо просто, чтобы опьянеть, и все. А просто, чтобы опьянеть, и все. Только, чтобы опьянеть. И все. Вот. Вот. Ну, соответственно, и пища должна быть легкой, не обременяющей. Жирная недоступна для вина. Соленая тоже недоступна для вина. Говорили же... Для желудка. Мясо с красным вином. Сделать рыбой. Можно, но там тоже свои рецептуры. Вот видишь, это ты уже ломаешь рамки. Какие-то легкие. Нет, все имеет свою рецептуру. Для каждого индивидуально. Конституция у каждого разная. Советую обратиться к знатоку этой темы. Врачу. Или человеку практикующему. Врач скажет, не пей. Запрещено, и все. Вина пьет, пьет. Не только для доводства, для здоровья. Поэтому это индивидуально. Отлично. Игорь Джан, а вот книжки какие интересные можно почитать? Порекомендовал бы ты. А я не найти пел. Когда был Новый год, хотел бы узнать эту тему. Книжки? Что же сказал тебе такой небольшой? Сейчас комар у меня в висок. Тему духовную. Первая тема духовная. Была вкусная очень. Это не ко мне. Не тебе? Это к священнику. Так, ну тогда для образования. Это вообще не моя тема. Я больше пяти тысяч цифр не знаю. Потому что я ее не держал руках. А какую еще тему? Образовательную, духовную? Нет, попрошу насчет тем. Ну вот ты какие, а какие тебе нравятся? Или ты уже книжки перестал читать? Мне нравятся здоровительные, духовные. Но духовные темы я не объясняю. Объясняет священник. Потому что он на камеру не хочет рассказывать. Я не проходил никаких учебных заведей. Все поздно было опытом. Поэтому я не могу сказать, что кому, чего можно. Я плед прожую. Каждый должен. Там была книга. Мне кажется, мы взяли. У тебя был все баклаживой. Это да, Бобин Игорь. Мама была живая. У них такая баклаживая книга такого-то. Книга такая толстая. И там была энциклопедия о здоровой еде. Вот я ее, кстати, прочитал. И там про все, про все, про все написано. Насчет вина там все написано, короче. Здоровая пища. Я ее на Сталке находил. Смотрите, Сталк. Дома по промышленной 8. Ой, промышленная. Улица промышленная 8. Там вы увидите эту книгу. Она толстая так и здоровая. Ты нашел эту книгу, да? Ты там не был, Гриблабас? Нет. Мы же с тобой там были. Были. Я шучу уже просто. А еще? Вы там были? Да. На промышленной. Я такой удивленный. Да. А, нет. На промышленной же мы не были. Что-то я запутался. У меня эксклюзивный материал был. И тут, понимаете, выясняется, что они там были. На промышленной ты же был. Гриблабаса Клюкер. Как это называется, Джон? Гик. И все. Ой. И потом я вычинал, что, короче, вот пить коньяк. И какой-то коньяк. А, французский коньяк. Коньяк французский. И, короче, бутылка, знаешь, какая бутылка? Вот, заснимите. Подальше. Вот такая бутылка, да? Вот такая вот бутылочка. Ну, когда Мафе, я не помню, когда, большая такая наклейка такая. Коньяк французский. Там еще было три этих. Три такие розы были нарисованы, по-моему. Вот. И будем только пить. Очень сильно там, если там мужчина, женщина, например. Если будет коньяк на листопочке, такая тренка большая, глубокая. И там лимон парил, такие тонкие, такие дольчики, такие вот, с сахаром. Все-все. И вот коньяк, и сахар. И этот лимон, и все. Вот так. И пей, и нормально все получается. Вот так вот. Надо быть в трезвости ума, не надо пить. Да. Ну, хотя вот вино-то пьют сухое, и монахи пьют тоже. Вино это лекарство. Лекарство? Главная доза. Да. Ну, вот. А какая доза, чтобы это, как бы, как оно, чтобы оно было, оставалось лекарство? Утверждаю лично. Проверено опытом. Какая опыта? Даже водка лекарства. Не, а какая доза, вот, чтобы оно не переходило из лекарства во вредность? Первая рюмка. Это оздоровительная рюмка. Прочищающая мозги. Не, вино, видишь, вино-то рюмками... Это уже пьянство. Ну, ну, ну. А третья рюмка... Третья за любовь. Правда, правда. Третья за любовь. Третья, да? И поехала, да? Не, подожди, вино-то не рюмками пьют, его побольше там, в граммах-то вино обычно пьют. Нет, я объясняю. Дело психологического характера. А, как бы вот одна, вторая, третья. Да, да. Первый стакан, второй стакан, третий. Один челок, да? Там тоже можно взять не рюмку, а стакан. Первый стакан тоже оздоровительный. Второй стакан пьянство. Ну, то есть один раз выпил и все. Да, третий стакан это уже... Уже все, да. Перебор. Перебор, понятно. Даже стаканом можно мерить, не рюмкой, а стаканом можно мерить. Сейчас сухое вино-то у нас дорогое вообще, рублей 300, наверное. Ты покупал давно вино сухое? Ну, хорошее, чилийское там, допустим. Ох ты! Или ты уже не покупал, Артем? Давно покупал. Вот, кстати, я книгу чел, книгу, да? И там, чекай, ну, книга-то большая. Там написано, что нужно пить водку. Такие маленькие стопочки, ну, грамм так по 300 стопочки. Вот, примерно, где так, 30-50 стопочек грамм. Это самое нормальное. И, короче, как это вот, выпил, и рукой так, не самое. Выпил, так вот, афу, вдохнул, и все. Вот так вот. Рукой самое не делать, да? Не, не, потом выпил так, и все. Вот так вот, я вот показываю, вот, извиняюсь. Ну, ну, говори быстрее. Скажу, подожди, стакан, раз, вау, вау. Ты все знаешь, как делали? Вот, это было что-то. Выпил, выпил, и занюхал волосами товарища. А мы так баловались, кстати. Прикол такой был, такой прикол. Мы, зачем, когда был Роман Лобинов, царь по небесной. Тоже мы видим, как все так, у него в Сарайке. Тоже так выпил, так вот так, брать приколы. Да, бачку, куда. Да, придется это сделать плюс 18. Это уже реклама алкоголя пошла. Да. А нас дети смотрят, кстати. Я знаю. Я вот видел, это, в автобусе ехал, и там женщина, она говорит, мой сын любит смотреть ваши видео. Да. Ну, родители просто так не будут показывать там. Понятно, понятно. Наши видео, то есть у нас в виде... Александр такая искренняя, скольп на лице. Скольп. Что он наговорил. Так что ты, Александр, а кстати, ты же говорил, что пить вредно, так ведь? Лучше вообще не пить. Лучше не пить. Лучше не пить. Как это говорится? Не пьешь и не куришь, здоровенький помрешь. Да, да, да. Так что я... Ну, не кажется, я швастнекер. Не пьет, не кует, какой он, кабан, здоровенький. Это уже тут... Да вообще много таких людей. Это вот я вот... Я думаю, так лично. Вот так вот. Да. Абсолютно. Кури бросал. Вот Джон скажет. Кури бросал. Кури бросал. Святой Дух должен тело наполнять. Да, да, да. Вот так вот. Еще когда я читал книгу-то, Иисус Христос, да? Это вот. Ну, книги такие маленькие, книги-то есть такие. Как называются там, короче, они. Что-то, как говорил Иисус Христос. Вот стоит человек, так? Ну, уже отошедший. Правая сторона и левая сторона. С правой стороны. Стоит ангел хороший. И такая большая книга. Ну, стопа листочков. Слева неплохой. И тоже большая стопа листочков. Дела хорошие и плохие. Только победит. А потом уже он отсуждает. В рай или в ад. Все. Вот так вот. Все. Спасибо за внимание всем. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. До свидания.